То доверие, которое нам было оказано, потому что мы не виделись... Я на Туре подошел. А на Туре также вам просит нас. Пусть вам достанется сполна. Господа, мы благодарны вам за то доверие, которое вы нам оказали, потому что действительно это самое большое доверие нужно испытывать людям, чтобы предоставить им аудиторию, на которую действительно вы тратите свою жизнь, свое время. Я чувствую, что для Анатолия это любимое стоит на сцене, да, Анатолий? Вы это обожаете, в кавычках. И, знаете, я была бы вам сейчас безмерно благодарна, если бы вы дали коротенькую обратную связь по сегодняшнему. Было ли вам это полезно, интересно, что-то для себя взяли? Можно я задам вопрос? Да, да, да. Очень простой вопрос. Только давайте честно, как пионеры. Честно по-пионерски. Вот мы через пять минут заканчиваем, да? Вы приехали, страшно сказать откуда, в районе 10 тысяч километров. Вот кто сейчас честно для себя понимает, что вот все затраты, которые были на приезд, вот уже сегодня, сейчас окупились. Вот сейчас. Поднимите руку. Ну, вот вам ответ. Работали еще даже. Значит, мы еще бесплатно работаем с ней сколько дней, да? Позвольте также вопрос задать. Мы называем это точки осознания. Точки осознания, это когда происходит закрепление вот тех осознанных уровней, и мы поднимаемся на новые уровни. Что было самого важного и ценного для вас в сегодняшнем тренинге, семинаре? Что возьмете в завтрашний день, что возьмете в свою практику? И насколько действительно это было для вас важным, ценным и полезным? Насколько не такая вообще работа? Не нужна ли такая работа? Работа. С возражением. Меня зовут Гульнара. Мне очень понравилась последняя страница листа, чистый лист. Потому что важно быть здесь и сейчас, и действительно те знания, которые мы получили, начинать именно с той позиции, которая здесь, завтра, ну и так далее. Если честно, я сейчас нахожусь в таком состоянии смятения, тяну ее в курсе, наверное, да? Вот. Я вот все-таки до себя дохожу, что вот это направление все-таки для меня ближе. Вот. Спасибо. То есть, ну... Мы не поняли, но интересно. Да. Ну, знаете, за все время у меня несколько раз было состояние таких мурашек по коже. То есть, это сразу... Я чувствую, какая-то энергетика, волна. То есть, самое главное, когда сказать, важно найти, что для тебя важно. И вот по-настоящему все, что тебе приносит удовольствие. Вот, Гульнара, ты у нас все-таки особенный человек. Ты у нас не пропустила ни один саммит. Таких людей... Кто был на пяти саммитах? Кроме Гульнары, поднимите руку. Али? Валеру. Валеру. Валера и Гульнара. Вот и все, да? Вот еще вот. Ну... Да, поднимите. Вопрос. Ну, я спросил, потому что... Был ли этот саммит самым лучшим? Ну, я хотел просто понять, да, действительно, вот, что чувствует Гульнара с точки зрения вот какой-то особенности, чего она не чувствовала раньше, да? На предыдущие, предположим, мероприятия. Может быть, это трудно сформулировать, но попробуй. На первый саммит я поехала, ну, знаете, да, уже я рассказала эту историю. Я поехала просто так, просто познакомиться, развеяться, причем ни денег, ничего не было. Ехала через Новосибирск, чтобы сэкономить на поезде. Сейчас я летаю на самолетах, причем меня встречают, провожают. И каждый саммит для меня сейчас, хотя я была занята последние полгода, ну, другими делами, вот, но, тем не менее, для меня, вот, приехать на саммит компании «Инвент-24» даже не обсуждалось. Мне обсуждалось, сколько людей я привезу. Я очень рада, что я привожу не просто сейчас партнеров, а уже лидеров, и, наверное, вчера заметили, да, как я выбегала все время на сцену, мы дарили подарки. Это очень приятно, и я просто не могу это пропустить, и больше нравится, когда именно люди получают мои результаты. Вот это самое главное. И то, что сейчас, новая концепция коучинга, меня это вообще так возбудило, мягко говоря, потому что мне это очень нравится, и вот эти последние полгода, которые я, вот, я, вот, правильно, да, занималась тоже коучингом, сейчас это еще больше меня укрепило, когда вот был расширен совет первый лидерский, когда Анатолий сказал первое слово «коучинг», это когда, ну, боже мой, мне уже все нравится. Я даже, если честно, скажу, я не была ни один раз на новой нашей презентации, хотя раньше сама вела старую версию, но то, что времени получалось. И когда ты вчера не стал проводить презентацию, думаю, боже мой, опять откладывается, что же такое будет здесь. Я думаю, что завтра найду ответы на эти вопросы, но внутренняя энергия, внутреннее состояние, оно как-то вот еще вот ближе вот так сливается, прям такой большой-большой ком. Я думаю, что все будет здорово, и все будет офигенно, это точно.